Здравствуйте, меня зовут Светлана Калугина. Я специалист по апитерапии и фитооздоровлению. Вы на канале SmartBee предгорья белухи. И сегодня мы с вами рассмотрим самые популярные вопросы по продуктам пчеловодства. Ну, помимо меда известного всем вам, есть такие продукты, как прополис, его называют природный антибиотик, есть маточное молочко, да, мы его называем еще генный корректор, есть прутневое молочко, кстати, в народе называется природным антидепрессантом. Здесь есть у нас еще хитозан, у нас есть еще огневка, у нас есть воск, у нас есть пчелиный яд, и очень важно, что у нас есть еще перга и пыльца или пчелиная обножка. Это вот основные продукты, с которыми мы работаем. Очень интересный вопрос, все на самом деле просто. Когда вы выпиваете медовую воду с утра, очень важно, чтобы медовая вода была приготовлена на сырой воде, это первый момент. Дальше, она должна быть комфортной для вас температуры. Кто-то любит прохладнее, кто-то любит водичку потеплее. Третье, мед должен быть натуральный, и вода должна быть свежеприготовлена. Эту воду утром мы выпиваем быстро. Вот только тогда мы получаем эффект, во-первых, очищения кишечника. Медовая вода быстренько пройдет по всему кишечнику и способствует его очищению. Если есть какие-то каловые камни в кишечнике, она их ослезняет и выводит. Второе, она запускает ваш организм с утра, быстренько запускает обменные процессы. И третье, является просто очень полезным продуктом для нашей нужной нам микрофлоры кишечника. Да, ну понятно, что яд это все-таки яд, это токсины. В больших количествах действительно пчелиный яд может быть опасен. Но любой яд в маленьком количестве является лекарством. Также и пчелиный яд. И пчелиный яд, в отличие, например, от яда той же самой змеи, обладает очень большим спектром действия, которые действуют на весь организм. Это и противовоспалительное действие, и обезболивающее, и антибактериальное, и повышает иммунитет, и способствует защите от онкологии. Но, опять-таки, это должно быть в очень маленьких количествах, буквально микродозах пчелиного яда. Нет такой системы организма, на которую бы пчелиный яд не действовал положительно. Особенно хорошо пчелиный яд влияет на нервную систему. Он способствует, во-первых, расслаблению, снятию стресса, и улучшает проводимость нервных волокон. И часто бывает при регулярном, скажем так, получении микродоз пчелиного яда, восстанавливаются нервные клетки. Наверное, все вы слышали, что нервные клетки не восстанавливают. Вот пчелиный яд способствует восстановлению нервных клеток. Ну, универсальные продукты, слушайте, их очень много. Для меня это базовый продукт, это прополис, да, это маточное молочко, это, конечно же, мед. Это те продукты, которые, ну, скажем так, показаны практически при любых заболеваниях, противопоказаний у них очень мало. И, конечно же, перга, как универсальный стопроцентный природный поливитаминный комплекс. Можно, я вам даже больше скажу, можно восстановить проводимость нервной системы, восстановить нормальную работу нервной системы. В первую очередь, это такой продукт, как пчелиный яд, это сеансы апитоксинотерапии, либо это действие микродозами пчелиного яда через тот же самый крем. И все продукты пчеловодства обладают положительным действием на состояние нервной системы. Ну, давайте так, чтобы почистить кишечник, надо понимать, от чего мы его чистим. Если это регулярные запоры, нарушения стула, то в этом случае нам очень хорошо поможет медовая вода по утрам. Если это еще и сопровождается дисбактериозом, какими-то вздутием, метеоризмом, то здесь обязательно надо добавить хитозан и прополис. Действие огневки на организм очень широкое. В огневке содержится два необходимых фермента, благодаря которым она, собственно говоря, и прославилась. Это цераза и липаза. Это ферменты, которые растворяют все воскоподобные вещества в нашем организме. В частности, это растворение холестериновых камней, нормализация холестерина, это нормализация сахара в крови. Дальше. Она борется с патологически разросшейся фиброзной тканью, в том числе с атеросклеротическими бляшками. Огневка хорошо борется. Это различные рубцовые новообразования. Это различные опухолевые новообразования, как злокачественные, так и доброкачественные. И очень важна она для женщин, для того, чтобы восстановить репродуктивные функции. Часто бывает непроходимость маточных труб. Вот здесь огневка вообще очень-очень классно работает. Ну и самое главное, конечно, для чего огневка изначально применялась, это для борьбы с инфекциями. То есть огневка растворяет защитную оболочку инфекции, либо защитную оболочку паразита, либо оболочку яйца паразита. И благодаря этому инфекция или паразит становится перед организмом беззащитной и пособствует восстановлению организма даже при хронических инфекциях. И также защищает от, скажем так, паразитов, помогает с ними быстрее справиться. Дело в том, что прополис действует на большинство известных вирусов, болезнетворных бактерий и грибов. Порядка 98% патогенной микрофлоры, прополис с ними может справиться. Я не хочу говорить, что он их убивает, он создает такую следу, в которой вот эти микроорганизмы не могут расти и размножаться. А жизнь микроорганизма, она очень короткая, поэтому они, что называется, естественной смертью умирают, но не дают потомства. Благодаря этому происходит очень быстрое выздоровление. И плюс прополис обеззараживает те токсины, которые появляются в результате жизнедеятельности этих микроорганизмов. Поэтому его и назвали природный антибиотик, потому что действие очень похоже на действие антибиотиков. Но что очень важно, в чем отличие? Во-первых, ну вы знаете прекрасно, синтетический антибиотик на вирусы не действует. Прополис действует. Синтетический антибиотик дает много эффектов. У прополиса побочных эффектов нет. Он наоборот даже смягчает действие обычных антибиотиков. Поэтому часто прополис рекомендует применять после приема антибиотиков. Это замечательно. Во-первых, это абсолютно разные продукты с абсолютно разным составом. И поэтому сравнивать эти вещи нельзя. И поэтому если вам продают маточное молочко со вкусом молока, это точно не маточное молочко. Это я вам однозначно скажу. Маточное молочко обладает очень высокой биологической активностью. Поэтому его всегда принимают в микродозах. Ну маленькие дозировочки. Что оно делает? Первое его действие, основное, наверное, то, за что его любят, это восстановление ДНК. То есть в результате действия вирусов, в результате действия радиации, бытовых излучений, наша ДНК может разрушаться. Некоторые участки могут повреждаться. Ну, кстати, есть такое понятие возрастные изменения, да? Это тоже разрушение части ДНК. И клетка уже не может синтезировать нормальные здоровые клетки. Вот маточное молочко, оно восстанавливает целостность ДНК, и причем не только самой спирали ДНК, но и в том числе так называемые теломеры, хвостики, которые находятся по концам ДНК, соответственно, этим самым омолаживая организм буквально на клеточном уровне. Дальше. Маточное молочко содержит так называемые доциновые или оксидоциновые кислоты. Кстати, эти кислоты есть только в продуктах пчеловодства, да, то есть пчелка их производит, и они вырабатываются в организме у человека. Больше ни у одного живого существа в мире этих кислот нет. Чем они уникальны? Эти кислоты помогают нам изгонять вирус из нашего организма. Эти кислоты помогают нам сохранить обменные функции правильные, и эти кислоты помогают нам в том числе и восстановить правильные обменные функции, да, запустить обмен веществ такой, какой он у молодого и здорового организма. То есть маточное молочко действует на уровне обмена веществ. Оно борется не со следствием болезни, а непосредственно с ее причиной. Поэтому маточное молочко является базовым продуктом, да, при оздоровлении, при многих хронических заболеваниях. Кстати, в том числе и при аутоиммунных заболеваниях тоже. У маточного молочка есть единственное противопоказание – это заболевание надпочечников, болезнь адисона, так называемая. Давайте так, аллергия на мед не появляется. Она либо есть, либо ее нет, да. Причем сразу вам скажу, что настоящая аллергия на мед выглядит как отек к венке. То есть человек только чуть-чуть попробовал меда, у него начинается отек губы, язык не имеют сразу. Это вот настоящая аллергия на мед. Почему же появляется так называемая псевдоаллергия на мед, или как я ее еще называю, почесуха? Этому есть несколько причин. Первая причина. Мед на сегодняшний день – это самый фальсифицируемый продукт. На самом деле на рынке найти натуральный хороший мед очень тяжело. Что я имею в виду натуральный? Это тогда, когда действительно пчелка собирает нектар с растений, действительно его перерабатывает и закладывает в соты. Когда человек ей не помогает ни сахарным сиропом, ни какими-то инвертированными специальными сахарами. То есть пчела делает все сама. Сама сделала, мед вызрел, вот это будет у нас натуральный мед. Второй важный момент – это чтобы рядом не было сельскохозяйственных посевов. Потому что фермер может обрабатывать растения инсекциидами, пестицидами, в общем, любой химии. И эти вредные вещества могут оказаться на пыльце растений. И пчелка вместе с нектаром собирает пыльцу и, соответственно, вот эти химикаты. И в данном случае мед, сделанный с этими химикатами, будет вызывать аллергию, но будет аллергию вызывать не мед, а будут аллергию вызывать вот эти вот химикаты. И третий важный момент – может быть такая ситуация, что человек начал есть самый лучший натуральный мед, и на второй, третий, четвертый день начал чесаться, у него обсыпал. Он говорит, ой, у меня аллергия на мед. Ребят, это не аллергия на мед. Мед, как и многие продукты пчеловодства, очень сильные чистильщики. И когда вы начинаете есть, организм получает силы, получает энергию. Первое, что он начинает делать, это избавляться от токсинов. И если вы пьете недостаточно воды, я именно говорю воды, а не компот, суп и так далее, воды не хватает, для обменных процессов воды мало, и до почек токсины просто не доходят. И они идут в самый ближний и самый большой орган выделения – это наша кожа. Соответственно, начинает выходить это все через поры, появляется воспаление, появляется вот этот вот зуд, и мы говорим, ай-яй-яй, у нас аллергия. Нет, ребят, это не аллергия, это называется почесуха. Ну, так вот это называется. Что в этом случае делать? Все просто. Добавить количество потребляемой сырой воды и немножко уменьшить количество потребляемых продуктов пчеловодства. И все у вас будет хорошо. Значит так, работу сердца помогает поддержать любые продукты пчеловодства. Но есть, скажем так, самые эффективные. Если проблема в сердечной мышце, в слабости сердечной мышцы, это в первую очередь будет перга. Если проблема с проводимостью электронного импульса, то есть это нарушение ритма сердца, то в первую очередь это у нас будет пчелиный яд. Если проблема с густой кровью, да, там вопрос о том, что тромбозы развиваются, либо доктор говорит, у вас очень густая кровь, в сердцу тяжело, то здесь продуктом номер один будет пыльца. И, конечно же, если есть холестерин, это огневка и прополис. Если есть артеросклеротические бляшки, это огневка и прополис. То есть надо понимать, что конкретно мы имеем в виду. Любой продукт пчеловодства даст организму силы, энергию. И в первую очередь, когда мы начинаем есть продукты пчеловодства, они идут на два жизненно важных органа. Это сердце и мозг. Многие задают вопросы, что именно для детей можно. Значит, для детей можно применять все продукты пчеловодства в чистом виде, за исключением таких продуктов, как пчелиный яд, он применяется только под наблюдением врача, и трутневое молочко. Это два продукта, которые применяются под наблюдением врача. Спокойно, в качестве повышения иммунитета, коррекции питания, вы можете спокойно применять такие продукты, как перга и пыльца. Идеальное их сочетание перга с медом, пыльца с медом. Дальше. Вы деткам можете давать мед. Это очень хорошая замена сладостям. И, конечно же, прополис на серебряной воде. Это базовый продукт для поддержания детского здоровья. Я всегда рекомендую, когда сезон простуды и гриппа, начинать принимать прополис на серебряной воде. Почему? Прополис считается природным антибиотиком, так как он успешно справляется с большинством количества вирусов и инфекций. Да, а также патогенные грибы. Это первый момент. И второй момент. Прополис на серебряной воде очень сильный антиоксидант. То есть он связывает действия свободных радикалов, из-за которых, соответственно, и развиваются хронические заболевания. Поэтому вот две причины. Первая причина, повторяю, защищает от вирусов инфекций. И вторая – классный антиоксидант, который не даст развиваться хронике. Давайте так, смотря каким диабетиком. Есть диабет первого типа и диабет второго типа. При диабете второго типа, при правильном приеме продуктов пчеловодства, можно вообще нормализовать сахар, да, и, соответственно, вернуться практически к здоровой жизни. При диабете первого типа мы просто можем поддерживать свое здоровье, в том числе и здоровье сердечно-сосудистой системы. Диабетиком можно принимать мед, да, ну, скажем так, 3 чайные ложки в день спокойно. Большая дозировка – это уже по рекомендации лечащего врача. Все остальные продукты пчеловодства вы можете есть, как обычные нормальные здоровые люди, потому что во всех остальных продуктах пчеловодства углеводов содержится достаточно мало. Ну, во-первых, лучше, конечно, до этого не доводить, если только вы видите, что начались какие-то изменения, да, надо начинать есть продукты пчеловодства. Самый яркий продукт пчеловодства – это, конечно, трутневое молочко. Это продукт номер один для мужчин. Не надо ждать, пока у вас все угаснет, да, начинайте, что называется, есть его заранее. И если даже уже появились проблемы, то при регулярном приеме трутневого молочка эти проблемы могут уйти. Второй продукт, который поможет вам вернуться опять в строй – это пчелиный яд. Я понимаю, что не все готовы пойти на сеансы пчелоужаления, но регулярное использование кремов, содержащих активный пчелиный яд, то же самое вместе с трутневым молочком помогает восстановить вашу мужскую силу. Первый продукт, который надо начать употреблять при болезнях ЖКТ – это экстракт прополиса на серебряной воде. Причем его в этом случае мы употребляем, разводя в воде на полстакана воды, либо стакан воды в зависимости от состояния. Именно экстракт прополиса водный помогает восстановить слизистые желудка и кишечника, восстановить нормальную микрофлору. И если есть какие-то нарушения со стороны ЖКТ, помогает это выправить. И второй продукт, который надо использовать обязательно при ЖКТ – это маточное молочко, потому что оно будет работать с причиной заболевания вашего желудочно-кишечного тракта на уровне обменных процессов. Продукты пчеловодства, они сами по себе очень сильные. И травы сами по себе очень сильные. И их комбинация для чего? Вот смотрите, продукты пчеловодства действуют целиком на весь организм. И когда вы употребляете продукты пчеловодства, например, вы считаете, что у вас проблема с поджелудочной железой, и вы начинаете их есть для того, чтобы восстановить работу поджелудочной железы. Но продукты пчеловодства – это продукты диагносты. Они пошли по всему организму, да, и реально увидели, что с печенью хуже. И все пошли на печень. А вы ждете действия на поджелудочную. И можете не дождаться. Ну, просто им не хватит. Точнее, вы дождетесь, но надо терпение проявить, когда они справятся там с печенью, пойдут на поджелудочную железу. Когда мы добавляем экстракты трав, то экстракты трав, они работают именно на рецепты определенного органа. Если мы возьмем травы, которые работают на поджелудочную железу, то они мало того, что сами пойдут на поджелудочную железу, они с собой заберут еще и продукты пчеловодства. Что называется, возьмут за ручку и отведут именно их к поджелудочной железе. То есть, когда мы сочетаем продукты пчеловодства с травами, мы можем отрегулировать действие продуктов на конкретный определенный орган. Итак, с вами была я, Светлана Калугина, на канале SmartVid предгорья Белухи. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях. Я отвечу на любые ваши вопросы, связанные со здоровьем. И, конечно же, обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши обновления. Всего доброго и будьте здоровы!